В этом видеоуроке мы познакомимся с файлообменным сервисом DepositFile, являющимся на данный момент одним из лидеров этого сектора интернета. Рейтинг DepositFile мы с вами посмотрели в прошлом уроке, потому перейдем сразу к более детальному изучению этого сервиса и регистрации. Регистрация в этом файлообменном сервисе обязательно, поскольку многие варезные сайты, при размещении на них пользователями своих новостей, требуют обязательные ссылки на этот файлообменный сервис. И если вы, заливая новость, эту ссылку не пропишите, то есть не будет в новости ссылки на этот источник, то администратор вашу новость, в общем-то, и не разместит на своем ресурсе. Если у вас еще нет аккаунта и регистрации ни на одном файлообменнике, то вы можете набрать в любом поисковике слово «файлообменники», и поисковик вам выдаст тысячи страниц с названиями файлообменных сервисов. Можете регистрироваться по-любому, потому что очень много вебмастеров ищут в себе рефералов. Второй метод. Я рекомендую вам сайт, на котором информация о файлообменниках собрана, в общем-то, в максимальном объеме. Есть подробное и детально, более детальное описание практически всех файлообменных сервисов интернета. Более того, выложена и добавляется постоянно информация о существующих приемах и секретах подхода в этом виде заработка, чего, в общем-то, в открытых источниках можно найти лишь с трудом, я вам сразу говорю, потому как не каждый вебмастер будет открыто и бесплатно раскрывать свои секреты. Итак, давайте выберем депозит, файл, и приступим к регистрации. Открывается страница с регистрацией, и теперь давайте приступим. Я предлагаю выбрать имя, так как у нас тестовый режим, да, попробуем тест, поставим 5. Отображаемое имя. Пароль, давайте возьмем 1, 2, 3, 4, 5, 6. Возьмем e-mail, у меня там есть тестовый. Здесь галочка по вашему усмотрению. Платежные реквизиты обязательно необходимы. Если у вас нет счета PayPal, то откройте WebMoney Keeper, загрузите, и откройте себе кошельки. Здесь вводится номер Z кошелька. Давайте в учебных целях мы наведем кошелек, не существующий, да, 9, 10, 11, 12 цифр. Здесь будет указан ваш реферал, то есть тот вебмастер, по ссылке которого вы регистрируетесь. Дальше вы соглашаетесь, предварительно читая, обязательно, грамотно и вдумчиво, пользовательское соглашение. И нажимаем кнопку «Зарегистрироваться». Нам выдают предупреждение, пока вы не имеете полный доступ ко всем возможностям системы. Все возможности системы вы можете посмотреть, щелкнув вот по этому плюсику. Вот они открылись. Вот наш нынешний статус. Это Gold статус. Gold статус вы потом почитаете, что это такое. Он приобретается платно за деньги. Нам он, в общем-то, для работы не столь важен. Нам достаточно будет вот этого статуса. Закрываем это окно. И знакомимся с интерфейсом. Первое, что я рекомендую, давайте посмотрим наши возможности. Итак, бесплатное хранение ваших файлов на наших сервисах неограниченное время. И стоит звездочка. Видите, здесь снизу пояснение. До тех пор, пока файл будет востребован. Значит, файлообменным сервисом установлен срок хранения. На самом деле не неограниченное время. А есть определенные сроки. Сроки определяются таким вот образом. 30 суток бесплатно файл закачан и хранится для пользователей, которые не имеют регистрации на этом сервисе. 60 суток бесплатного хранения для участников бонусной программы, таковыми которыми являемся мы. Вот наша регистрация. Мы зарегистрировались в этой системе. И 90 суток со времени последнего скачивания для категории людей, которая дополнительно еще оплатила сроки хранения. Что значит 30, 60 и 90 со времени последнего скачивания? Это значит, вот смотрите, вот, к примеру, я схематично покажу. Возьмем 01 января, 01, 01. Для нас, как участников бонусной программы, 60 суток файл хранится бесплатно. То есть, вот здесь 30 суток, 60 суток, здесь 01.02 месяца, да? И 01.01 месяца. И 01.01.03 месяца марта. Вот это время файл у нас будет лежать и хранится бесплатно, при условии, что если его никто не скачает. Если в этот период времени кто-то файл наш скачает, ну предположим 5 февраля, то теперь от 5 числа нам считается 60 суток время хранения. И так бесконечно. Файл скачали вот здесь, 15 марта, да? Вот до 15 мая теперь перенесся срок хранения. Вот таким образом считается и 30, и 60, и 90 суток. Это прошу запомнить. Так, далее. Что у нас здесь еще? Скачивание файлов с медленных серверов на наш сервис и хранение ограниченное время. Ну, это удаленная загрузка, ее мы с вами будем позже разбирать. Дальше. Максимально возможный размер хранимого файла 2 гигабайта. Что это означает? Это означает, что из всего арсенала хранимых нами файлов, ни один файл не должен превышать в размере 2 гигабайта. Суммарный объем, как вы видите, чуть ниже, не ограничен. То есть у нас может быть 1000, 2000, 5000 файлов различного размера. И по 10 мегабайт, да? И по 100, и по 1000, и по 1,5 гигабайта. Но максимальный размер не должен превышать 2-1 файла. А хранить можно сколько угодно. Главное, чтобы они скачивались. Далее. Бесплатная отправка писем вашим адресатам и установка пароля на скачивание. Это мы с вами разберем позже. Я вам покажу, где можно установить пароль, как отправить письмо. Удаление вашего файла мы тоже разберем позже. И скачивание вашего файла в любое удобное для вас время. Ну, это понятно. Здесь особых трудностей не составляет. Теперь давайте посмотрим, сколько же мы с вами будем зарабатывать. Вот вкладочка. Нажимаем на эту вкладку. Нам открывается окно с условиями бонусной программы. Но прежде чем продолжить изучение, я вам хочу напомнить, что после регистрации, сразу же после регистрации, нам файлообменник на счет начислил уже 5 долларов. Я не знаю, в качестве бонуса, подарка, в качестве поддержки, но это их условия. 5 долларов уже у нас на счету за то, что мы только зарегистрировались. Но эти 5 долларов вывести можно лишь в том случае, если мы заработаем сумму. Давайте посмотрим, какую. А, 10 долларов. То есть нам нужно заработать, осталось заработать, 5 долларов мы можем вывести. Но при условии, если мы станем активным вебмастером. Что такое активный вебмастер? Я вот помечу сейчас и разъясню, что это такое. Активный. Активный. И в другом случае, B. 40 долларов. Минимальная сумма к выводу. Обычные условия, да? Обычный. Что такое активный? Это человек, который загрузил за месяц, за 30 дней. На файлообменник не менее 10 файлов. И эти 10 файлов скачали не менее 10 раз. Вот здесь 10 файлов. И скачаны они не меньше 10 раз. Тогда его статус становится активный. И он получает право вывести деньги при достижении суммы в 10 долларов. Если же такое условие не выполняется, минимальная сумма на вывод 40 долларов. Вот это прошу учесть в своей работе. И не забывать. Далее. Сразу после регистрации мы получаем тариф Flexible. Что он означает? Согласно этого тарифа, нам в зависимости от размера скачиваемого файла, вот он размер, вот они, от 1 мегабайта до 2 гигабайт, будет начисляться от 2 до 10 долларов. За 1000 уникальных скачиваний. Формулировка, в общем-то, предельно понятная, но вот здесь кроются некоторые особенности. Нужно понимать, что такое уникальное скачивание. А уникальное скачивание означает, что при скачивании файлов вам будет учитываться скачивание только с одного компьютера. Как одно. Вот один компьютер скачивает, допустим, ваш один файл. Он же, этот компьютер, скачивает другой файл. Третий. В течение 24 часов. Система зафиксировала этот адрес. И считает вам, как одно скачивание. Не три. Как, в общем-то, по логике должно быть, да? Ведь он разные файлы скачивает пользователь. А считает одно. То есть, учитывает только IP-адрес. Это, с одной стороны, неудобно. Почему? Если, допустим, у нас файл объемом, размером 1 гигабайт или больше, и мы его закачаем на файлообмене, пользователь, кликнув по ссылке, скачает его, допустим, этот файл скачает у нас 1000 человек один раз. Мы заработаем за 1000 скачиваний 10 долларов, верно? Но, если мы разобьем этот файл по 250 мегабайт, то их будет у нас 4. Соответственно, если каждый файл у нас те же люди скачают по одному разу, то мы заработаем не 10, а, верно, 40 долларов, в 4 раза больше. Но, так как есть вот такое условие, уникальное скачивание, то мы вот эти деньги можем не заработать. Они будут урезаны. Как этого избежать? Как не допустить потерю вот этих вот скачиваний, соответственно, и денег? Ну, я вас позже на следующих уроках, мы это разберем, я вас научу. Далее. Какие еще существуют правила, несоблюдение которых ведут к тому, что скачивания наших файлов нам не будут оплачиваться? Первое. Мы с вами разобрали уникальность. Второй, третий, пятый файл с одного компьютера учитывается как один, он не оплачивается. Второе. Файл должен быть размером, вот здесь смотрите, от одного и выше. Размером более одного мегабайта. Файл более одного мегабайта. Или один мегабайт, больше или равно, да? Будет меньше у вас файл. В 0.9, да? Или в килобайтах. Он не будет учтен как скачивание. Третье. Это я к чему говорю, вы сразу ориентируетесь. Такие файлы не стоит даже заливать, если вы зарабатываете деньги. Третье. Ссылки на ваши файлы должны быть размещены только на веб-страницах. Веб-страницы. Веб. Что это означает? То есть, ваша ссылка должна быть оформлена в какой-то новости, к примеру, на сайте, да? Варезный сайт или новостной, или ваш сайт, я не знаю, где вы будете размещать. Опубликована новость, и в этой новости прописана ссылочка на депозит. Человек кликает, попадает по ссылочке на депозит файл и скачивает этот файл. Вот так оно учтено. Если на эту ссылку человек кликнет, или в ICQ, да? Или он получит эту ссылку по e-mail. Или же, опять же, вариант такой, что в e-mail будет эта ссылка прописана, он ее скопирует, и затем вставит в окно браузера, то вот эти скачивания и вот это вам тоже учтены не будут. Скачивание произойдет, вернее, скачивание это будет учтено, но они не будут оплачены. И иногда возникают вопросы. Скачивание, к примеру, у меня там 2 тысячи или 10 тысяч, а реально оплачено только 5. Вот именно по этим причинам файлообменник скачивания и не оплачивает. Это прошу запомнить и не допускать. То есть нельзя передавать ссылки по ICQ, чтобы им не скачивали, или по e-mail. Если вы хотите дать ссылку своему другу или приятелю, или какому-то знакомому, отсылайте его сначала на сайт, на варезный. Варезный, да? Говорите, где эта новость располагается. Ссылку вот этого сайта просто дайте, и он скачает. Вот тогда вам будет учтено. Сделано это в целях борьбы с накруткой. Есть программы, которые с одного компьютера круглые сутки скачивают, скачивают, скачивают файлы с одного аккаунта. Соответственно, человек зарабатывает деньги, ничего не делая вебмастером. Существует еще одно, как бы, ограничение, да? Это четвертое. Это скачивание из стран Европы. Страны Европы. В чем здесь фишка? Смотрите. Здесь написано, оплачивается скачивание. Так, я сотру все. Оплачивается скачивание из США и России, гарантированно. То есть, неважно, сколько скачиваний было из США и России. А также Германия, Испания и так далее. А вот это страны Европы. Так вот, существуют условия. Если из стран Европы скачиваний было менее 15%, 15%, то эти скачивания нам не будут оплачены. То есть, если у нас было 1000 скачиваний за день, и из них, насколько у нас 100, да? Да, ну, к примеру, да, ну, возьмем 100 скачиваний из стран Европы. Это, безусловно, меньше 15%. То вот эти скачивания нам будут не зачтены, не оплачены. Будет оплачено только 900. Вот это тоже одна из особенностей бонусной программы файлообменника «Депозит файл». Подробнее об этом написано. Вот пройдете по вкладочке. Подробнее, да? И вот здесь у нас написано. Вот оно. Менее 15%, то скачивания оплачены не будут. Давайте посмотрим с вами, как проводится расчет наших заработков, да, по этому тарифу. Ну, возьмем, давайте для примера, возьмем такие цифры. К примеру, вот эти все файлы, вот такого размера, у нас загружены в нашем аккаунте и размещены на варезных сайтах, на новостных порталах и так далее. Люди их скачивают. К примеру, за неделю мы с вами набрали количество, с учетом того вот этих всех ограничений, которые я только что перечислил, у нас вышла такая цифра, что оплачиваемое скачивание у нас получается вот этих от 250 мегабайт и выше, к примеру, возьмем 1000, да, 1000 скачиваний, этих 4,300, больше от 50 до 99, 4,700, 15 мегабайт, допустим, 2500 скачиваний за неделю, это вполне реально, это даже немного, я вам скажу. Здесь 1500 скачиваний, и здесь, к примеру, 3,210. Вот такая цифра у нас вышла, к примеру, за неделю, да. Давайте посчитаем. Учет идет следующим образом. Не за все скачивания общим хором, да, вот эти все посчитали, подвели итог и потом насчитали там определенную сумму. Нет, учет идет за каждое. Вот, к примеру, вот этот за 1000 умножаем на 10, ну вот на эту цифру, на тариф. Ну и делим на 1000. Получаем 10 долларов. То же самое происходит по этим файлам. Просто вот так табличечку составляете для проверки, да, потом служу поддержкой с ней, согласно, пишите письмо. Умножаем на 8 и делим на 1000. Это я для примера вам показал. Ну и получаем мы 34,4 доллара. Я не буду все расписывать. Я покажу результаты. 28,2. Следующий результат у нас идет 12,5. Я посчитал просто. Не стану время задерживать. Время занятий. Здесь 4,5 доллара за 1500 скачиваний. И здесь за 3200 6,42. Вот это наглядно видно, да, что чем больше по размеру файл, тем выгоднее его закачивать. Вот от этого нужно исходить, когда строите стратегию своего заработка. Но мы этому научимся. Таким образом, общая сумма у нас составила за неделю 96 долларов. Там 0,2 цента еще. Ну, 96 долларов, да. А и отсюда можно высчитать, сколько же мы зарабатываем за день. Элементарно просто делим на 7 за сутки, да. Мы получаем 13 долларов и там 71 цент, по-моему. Вот при такой работе, при такой активности мы будем зарабатывать вот эту сумму 13 долларов в день. В месяц 96. Вот отсюда и рассчитывайте. Внимательно посчитайте с карандашом, с ручкой в руке. Рассчитайте, сколько каких файлов вам необходимо закачать, залить, где их разместить. И таким образом можно спланировать, спланировать свои заработки. То есть, все считается. Берем ручку и все делаем. Узнаем еще, какие нюансы, тонкости, чтобы не упустить ни один файл мимо себя. И у вас будут очень хорошие доходы. Но тут необходимо еще упомянуть, вот ниже будет написано нам, да. Вот выплаты по запросу 2 раза в неделю от 10 долларов. То есть, для активных веб-мастеров. Я вам уже говорил, да. В течение месяца 10 файлов. И эти 10 файлов должны 10 раз быть скачаны. И дополнительные бонусы. Стартовый бонус 5 долларов. Я вам сказал, что он нам уже начислил 20% от заработка привлеченных рефералов. Что это такое? Вкратце я вам скажу. Значит, вы как веб-мастер, работая и зарабатывая на файлообменнике деньги, да, можете рекомендовать такой же заработок своим знакомым, друзьям, просто пользователям сети. Раздавая им свои реферальные ссылки. Вот, к примеру, кто-то, прочитав вашу новость, посмотрев, ему понравилось, да, он тоже захотел так зарабатывать. Один человек, там, второй, третий, пятый. Не важно, сколько придет людей. И он регистрируется, этот человек, по вашей реферальной ссылке. Зарегистрировавшись, он становится таким же полноправным участником бонус-программы и самостоятельно или с вашей помощью, если вы с ним связались и вы ему помогаете, да, он начинает зарабатывать деньги. Вот этот человек, который зарегистрировался в бонус-программе по вашей ссылке, и есть реферал. Какая вам от этого выгода, какая польза, да, вам, как веб-мастеру? От заработка каждого привлеченного вами реферала вам выплачивает система депозит-файл 20%. То есть в качестве поощрения за то, что вы, поработав, привлекли людей в бонусную программу, в бизнес-систему эту, да, она вам выплачивает 20%. Это не означает, что если вот этот человек, к примеру, заработал 100 долларов за месяц или за неделю, да, то он получит 80, а 20 долларов придет вам, да? Нет, он получит свои 100 долларов сполна, но сверх того, в качестве вознаграждения, система начислит вам. Вот что такое реферал и что такое реферальная программа. Если внимательно посчитать и посмотреть, и некоторые, кстати, веб-мастера так и работают, они работают чисто на реферальную программу, набирают людей, обучают их, и от их заработка потом идет им доход. Ну, можете посчитать. 10 человек, которые зарабатывают по 100 долларов в неделю, приносят веб-мастеру, который их привлек, к примеру, по 2 доллара, да, вернее, по 20 долларов с 10, в общем-то, неплохая сумма, в неделю. При этом сам веб-мастер ни одного файла не заливает. Ничего, в общем-то, особо не напрягается. Что здесь еще? На отбавка за попадание в призовое место. Почитайте. Вот этот тариф. Вот работает с депозит файл, да? Вот он. Почитайте, ознакомитесь с ним. Там особых сложностей не представляет. Он немногим отличается от текущего тарифа. Вообще, стоит отметить, что депозит файл, он силен вот на такие вот новые тарифы, какие-то новые изменения, дополнения, какие-то конкурсы. Молодцы, они на месте не стоят, они движутся вперед, придумывая что-то новое, новое, новое. Когда будете работать, вы это поймете, увидите и ощутите сами. То есть дальше вы посмотрите самостоятельно. На следующем занятии мы с вами разберем, каким образом можно загружать файлы. Разберемся до конца с бонусной программой. Там есть еще несколько моментов. И посмотрим по утилитам и по программе лояльности. Каким образом нам можно бесплатно получить голод статус. На этом сегодняшний урок мы закончим. Встретимся в следующем. Всего доброго, до свидания.